Предоставляем слово Владимиру Завдоровичу Пашковскому. В конце 60-х годов на каведре психиатрии и военно-медицинской академии было много различных психофизиологических, биохимических лабораторий, которые усердно занимались анализом крови, мочи, рефлексов у психически больных. И как раз тогда организовался кружок. И как раз тогда еще не было психологических факультетов, нигде начала развиваться психология. Возник вопрос, а почему мы так усердно исследуем кровью, мочу у психически больных, когда основной канал информации, по которому мы получаем у них сведения, это речь. Видимо, надо искать какие-то пути для исследования речи. Но вот беда-то какая. Сразу вопрос, а какая наука ближе всего к исследованию речи? Конечно, лингвистика. И стали мы смотреть очень много литературы по вопросам лингвистики. Прекрасные книжки выходили. Тут тебе и Апресян, тут тебе и аппликативная грамматика Шоумяна, который тоже вот здесь, я помню, я когда-то читал. И много трудов по структурной лингвистике. И все было чрезвычайно интересно. Одно только. Все вот эти вот книжки, они подходили к нашему объекту примерно так же, как квадратные колышки в круглом отверстии. И вот одна книжка, которая вдруг попала в поле зрения, такая розовая, которая называлась «Информационное изделение языка». Большое счастье и слава Богу, что Раймон Георгиевич жил и работал в Петербурге. Я нашел знакомых, познакомился с ним. И где-то с этого дня, когда мы с ним познакомились, мы стали с ним думать и работать в этом направлении. Надо сказать, что Раймон Георгиевич был человеком, который очень любил слушать. И вопрос заключается, а зачем ему нужна психиатрия и зачем ему нужно заниматься лингвистикой психиатрии. Я даже слышал, он мне говорил в личной беседе, что некоторые коллеги, которые узнали, чем мы с ним занимались, тоже такой вопрос, по сути дела задавались. Дело в том, что он был не только практиком, он был блестящим теоретиком. Разумеется, для того, чтобы разрабатывать теорию лингвистического автомата, ему, конечно, нужны были сведения о работе головного мозга и о том, как головной мозг обеспечивает лингвистику. И поэтому он очень глубоко изучал литературу, блестательно знал те труды по работе мозга, которые тогда выходили. Я имею в виду работы по правому или левому полушарию, работы по нейролингвистике, нейропсихологии Лурия. Все это он прекрасно знал и изучал. И мы первоначально сделали первочастотные слова. Дело в том, что статистические работы по исследованию речи в психиатрии, они существовали и до, и существуют сейчас, и будут существовать после. Единственное, в чем был недостаток этих работ, они не были связаны каким-то крепким научным стержнем, каким-то аппаратом. И вот такой стержень, по сути дела, самонашелся. Вот, значит, вот здесь, на этом слайде у нас слева, цитата, которую Рамон Генович очень любил. И всегда ее приводил. Это цитата Павлова о том, что патологическое состояние открывает нам, расчленяя и упрощая то, что было скрыто от нас в физиологической норме. И после ряда первых исследований Рамон Генович сформулировал задачи психиатрической лингвистики. То есть отнесение патологических изменений в речи-мыслительной деятельности Испытуева с его психолингвистическими характеристиками и сравнение параметров патологических текстов с аналогичными характеристиками текстов. В чем было отличие точки зрения Рамонда Геновича в его исследованиях? Вот только сейчас я слышу термин «доказательная филология». Вот, где-то лет 10 назад появился термин «доказательная медицина». Но что касается исследований психиатрии, до сих пор никто не применяет ни эталона, ни контроль. А без эталона и контроля, который очень относился ревност к Рамону Геновичу, да и вообще он ни одной работы не принимал без этого, без контроля, по сути дела, любая работа, она научного значения не имеет. В то время, когда мы начали работать, уже была нейролингвистика, которая родивалась в Москве, школа Лурия. И, конечно, нейролингвистам было значительно легче, поскольку у них был известен локальный субстрат, как Черниковская говорила, что это у меня, это зона браказа в Вернике. К этому субстрату приводились расстройства экрессивной рецептивной речи. И была возможна расшифровка нейропсихологических механизмов. Что касается психиатрии, то психиатрия и локальный субстрат неизвестен. В психиатрии самый главный ее феномен это то, что зацеплена дифференциация расстройств мышления и речи. Нейро- и психовизиологические механизмы скрыты от наблюдения, и квалификация речевых расстройств зависит от клинического впечатления. То есть, когда мы говорим бессвязность, ветиватость, разорванность, обозначает только наше личное впечатление, но это не значит, что в виде разорванности, бессвязности, витиеватости нарушен язык или речевой процесс. Таким образом, все наши расстройства, которые имеются при эндогенных заболеваниях, типа жоцифрения, депрессии, вот, значит, они, как правило, объясняются очень тонкими биохимическими изменениями. Единственная сильная гипотеза, которая существует, это дофаминовая гипотеза. Дофамин это такое химическое вещество, еще называется нейротрансмиттер, обмен которого, нарушение обмена которого, то есть увеличение его приводит к развитию таких симптомов, как, скажем, галлюцинация, вот, и СБ-бред. То есть мы это дело представляем так, что когда происходит выброс дофамина, в это время система отражения в головном мозге изменяется в ту сторону, что она уже перестает иерархически различать объекты. Все объекты становятся как бы самоодинаковыми. Отсюда очень трудно делать выбор. Самое темное место в нашем, и в инженерной лингвистике, и в психиатрии, это мы не понимаем, как происходит отбор, как из этой вот самой памяти лингвистической, из этих слов при возникновении какой-то цели начинают продуцироваться именно нужные слова в разных ситуациях. По телефону одни, в научной лекции другие, при разговоре друг с другом третьи. Вот как все это происходит, мы абсолютно не знаем. Мы только можем это как-то предполагать, об этом думать. И вот оказывается, что самое интересное, это то, что компьютерные помехи, они очень сходны с нашими нарушениями мышления. Самое интересное, что у нас нарушения мышления возникают тогда, и при раннем процессе все эти нарушения мышления никакого отражения в речи не находят. То есть больной может говорить о своих нарушениях мышления, но говорит нормальным языком, и в речи это никак не отражается, во всяком случае на слух. Вот какие компьютерные помехи и какие скотства существуют при нарушениях мышления начальника. Вот скажу и вирус в компьютере. На экран выводятся непредусмотренные сообщения, изображения и звуковые сигналы. При начале шитофинического процесса в мозгу появляются навязчивые мысли, образы, представления. Эти представления, они очень самочасто, вообще само ни о чем. Например, в голове появляется мысль, хорошо бы съесть ливерные колбасы. Больной этой ливерной колбасы терпеть не может, от одного вида его самоворотит, а мозгу все время свергнет. Хорошо бы съесть ливерные колбасы, и понимают, что мысль паразитическая, но она все время крутит, 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 и никуда от нее сама не денешься. Следующее компьютерное расстройство – это компьютер зависает на несколько секунд, потом работа продолжается в обычном режиме. Аналогичное расстройство – это шперинг. Это внезапный обрыв в мыслительном процессе, чаще всего встречающийся при жезофрении, когда человек мыслит, вдруг возникает на какой-то момент, как приступ, какая-то пустота в голове, а потом эта пустота через несколько минут проходит, и снова человек начинает мыслить, как он мыслил раньше. Следующее – это операционная система загружается долго или вообще не грузится, неожиданно появляются файлы или каталоги со странными именами. Аналог шизофренического мышления – это замедление, отсутствие речи, амутизм. Или, например, такое высказывание больного – слова и речи кажутся странными, как будто бы я не на русском языке разговариваю. Слова перестали образы вызывать, набор звуков сплошной, смысла не слышишь, само слово звучит непонятно. И очень часто у больного все время крутятся сложные слова, когда он их не может вместе как бы самосложить или разъединить. И, наконец, подача произвольных звуковых сигналов – это самовербальный глюциноз. Я почему этот слайд приведу? Видимо, раз существуют такие аналоги, возможно, надо самодумать, а может и можно эти нарушения мышления моделировать на компьютере, если подумать, как, собственно, сами по себе программы изменяются под воздействием вируса. Дальше. Вот. Значит, Раймонд Гееврович сразу, когда мы стали заниматься вопросами патологических текстов, значит, сразу теоретической основой это была схема словесного знака, вот в этой аудитории нет смысла давать определение, что такое достигнат, что такое коннотат и что такое донатат. И самое главное, дальше. Да, значит, была разработана семиотическая классификация речемыслительных нарушений, дальше. И самое главное, это была нами воспринята схема информационного процесса по этот рисунок из книги «Текст машины-человек». Чем этот процесс замечательный? Никто раньше никогда не озабачивался, не озаботился вопросами понимания больного, понимания текста. Это, надо сказать, вопрос исключительно сложный. Исключительно сложный. Важно не только сказать, что больной плохо говорит или плохо мыслит или у него бред. Важно еще определить, как психиатр это все понимает. Я такой себе пример приведу, трагикомический пример, но на нем все будет понятно. В нашей третьей больнице, где я практикую, на удельной, умер больной. Умер через день после того, как его привезли. Видимо, у него было какое-то нарушение, которое вовремя не выявили. Разговор при мне произошел, главврач вызвал его лечащего врача. Тот пришел с пустой историей болезни, главврач говорит, я что-то тут у вас смотрю, у вас ничего не написано. Единственное, объективные данные, к чему можно присмотреться, это цифры артериального давления. А с чем он все-таки к вам поступил? Ну как с чем? У него бред. А какой у него бред? А вот когда его везли, он говорил, что врачи хотят его убить. Главный врач говорит, так это же не бред, это же предвидение. И вот получается, что проблема диагностики вообще в психиатрии не стоит. Потому что какая может быть диагностика, когда нету какого-то мозгового или локального субстрата, как в диабете, как, допустим, при инфаркте, и как причем? В основном заболевание это то, о чем мы договорились. Ну, разумеется, договаривается не три человека, а международное сообщество. И по пять лет проходят полевые испытания, и потом выходят самоклассификации. Но все-таки это наша диагноз, это все-таки результат самоконвенции. Вот что касается симптомов, распознавание симптомов это куда более важная вещь, чем, скажем, распознавание болезни. Так вот, исключительно трудно бывает распознавать болезненные идеи, то есть, скажем, различать сверценные идеи и различать самый обред. По-видимому, все болезненные идеи это нечеткие множества, о которых тоже Раймонд Гедович писал в своих книжках. Вот, я тоже не буду определять, что такое само нечеткие множества в этой самоаудитории. Просто я скажу, что сверценные идеи это идеи, которые овладевают всем сознанием человека, это бывают или научные идеи, или идеи преследования, или идеи касательно своего здоровья, вот, они наблюдаются и у психически здоровых, и у психопатов, и есть бредовые идеи, которые это совокупность безболезненных представлений, выводов, обладевающих сознанием, искаженно отражающих действительность и не поддающихся коррекции извне. Вот эти самоопределения я сказал, и ничего не понятно. Как же все-таки отличать все-таки бредовой очень много идей не поддаются коррекции, да, очень много идей воевает сознание, как их все-таки саморазвлечать. Сейчас посмотрим. Дальше. Развлечать их, по всей видимости, нужно с помощью опять-таки схемы словесного знака, то есть проводить семиотический анализ бреда с помощью вот этих наших элементов донотата, конотата, десигната. В норме они все сидят воедино, а когда расслаивается, начинается болезнь, расслабиться мышление и речь, тогда начинается и распад этих самоэлементов. Ну, например, если донотат образ, то, естественно, галлюциноз деформирует образ, а образ в свою очередь деформирует десигнат. Значит, конотат это возникает тогда, когда происходит дезорганизация мышления. Значит, и конотат тоже деформирует десигнат, и в случае распада вот этих двух элементов, разумеется, происходит и распад десигната. смотрим дальше. Вот. И вот, значит, здесь мы повторять, повторять, значит, это не будем, скажем, только что под конотатом мы используем определение Раймонда Генриха, потому что термины семиотические употребляются во многих школах, семи, каждый дает какое-то свое определение, значит, мы пользуемся определением Раймонда Генриха, то есть наиболее подвижным аспектом означаемого знака является конотат, в котором концентрируются дополнительные значения, эмоциональные эстетические оттенки, ассоциации, отражающие не только коллективный опыт социума, но и субъективный опыт отдельных его членов. Попробуем чисто приблизительно посмотреть это на таком объекте, которым является ревность. Ревность, как известно, это такой феномен, такое переживание, которое может быть и у здоровых людей, может быть сверценной идеей, может быть самой бредовой идеей. Вот если мы возьмем десигнат, то ревность это крайне негативное, деструктивное чувство, возникающее примнимом недостатке внимания, любви, уважения, симпатии со стороны ценевого человека и так далее. При сверценной идее сохраняется ясное осознание и способность к реалистической оценке или по крайней мере ее проблескам. Такого рода идеи могут наблюдаться в том числе у нормальных людей. А вот в случае бреда десигнаты все вот эти определения как бы самоуходят, а преобладают значение вот эти дополнительные значения. А дополнительным значением при ревности может быть любой объект. Как пишет классик нашей науки Ясперс, самые безобидные происшествия, изменения поведения, случайные встречи на улице, встреча взгляда в воздухе, подозрительные шумы, беспорядок в комнате, покраснение, неуверенность, какие-то самовизиты. то есть вещи, которые абсолютно к этому объекту не относятся, они начинают преобладать, приобретать значение и разрастаться по сути дела как раковая опухоль. Например, человек считает, что его преследуют на каком основании? На том, что когда он пришел домой и увидел на столе словарь Ожогова, две буквы слова словарь СЛ, были замазаны белым. И чем больше издвиг к этим значению, чем больше издвиг к этому коннотату, то есть к этим нелепостям, тем скорее мы данную самоидею принимаем за бредовую, чем сверценную. Таким образом, с точки зрения психолингвистики, вернее, с точки зрения психиатрической лингвистики, бред это психопатологический феномен, который традиционная психопатология относит к расстройству мышления, представляет интерес для других наук, исследующих проблему значения. Деструкция семиозиса, то есть процесса порождения значения, по-видимому, является той дискриминантой, которая позволяет отличить бред от других явлений, например, от сверценных идей. В клиническом аспекте это выражается в патологическом сознании значения, в психологическом патологическом изменении значения слов, а в семиотическом в интенсиональном сдвиге в сторону коннотата. Идем дальше. Вторая серия исследований я уже подхожу медленно к концу. Это культуральные исследования, это там, где мы исследуем информационные характеристики религиозно-архаического бреда. Это очень интересная таблица, значит, здесь в каждом высказывании выписывались вот эти вот религиозные объекты, и она представляет собой как бы срез представлений о больных о религии. А поскольку бред это культуральное значение, то это может быть можно и проецировать самоноздоровых. Что здесь мы видим? Мы видим, что наряду с Богом Иисусом Христом здесь занимают большую чистоту и мировой дух, и космические силы, и магии колдуны, и духи умерших, то есть в сознании современных больных, а, наверное, здоровых, нет четкого религиозного самогестальта, то есть он является синкретическим и смешивается как с традиционными религиозными представлениями, так и с различными оккультными образованиями. Посмотрим сравнительную характеристику нашей египетской выборки. Дальше. Вот здесь мы с вами видим абсолютно относительное число тематических групп египетских и российских выборок. Самое интересное, что слово Бог в египетской выборке достоверно больше. Что касается черта самого дьявола, то черта дьявола тоже значительно больше в египетской выборке. Шейхов Иисуса, пророка Магомеда, конечно, в египетской выборке самой нет. Что касается духов умерших, то они не имеют статистически достоверных различий. Также не имеют статистически достоверных различий и цветы, и джинны, ангелы, Дьявы, Мария, Судный День и Антихрист. Вот. Вот это в принципе самоиллюстрация такого вот культурального исследования. Дальше. Вот. Почему же что стоит на пути, какие стоят препятствия на пути псевиатрической лингвистики. Владислава Николаевна здесь говорила высочайшие требования Раймона Генрича к длине выборки. Наши с ним споры по этому поводу они... Но Раймон Генрич он никогда не шел. Я ему говорил о том, что ну вы понимаете, но невозможно. Он говорит, а невозможно исследовать, значит, вот. Короче говоря, прогресс, когда бы эта отрасль могла бы действительно бурно развиваться, она, видимо, возможна тогда, когда будет... Когда техника таких высот достигнет, когда устная речь может переводиться на компьютер, и мы сразу будем иметь тексты. И тогда мы можем получать такие большие массивы текстов, с которыми мы можем играть, сравнивать, проводить различные сопоставления. Вот. В настоящее время мы занимаемся только тем, что не хотим, чтобы эта отрасль у нас вообще исчезла. занимаемся анализом того, что есть в литературе, вот выступаем в таких конференциях в надежде, что появятся и люди, появятся и технологии, когда, на мой взгляд, это очень перспективная отрасль и, может быть, продолжать. В заключении я очень хочу поблагодарить Ларису Николаевну, комитет, за возможность выступления на данной конференции. Продолжение следует...